Там вот вдалеке это Нусапенида, остров для дайвинга. Туда мы ездили. Вот он, как будто кажется облака, а это не облака. Там Нусапенида вот так виднеется. Сейчас покажу, может быть, немножко. Вон она, Нусапенида. Ну тут вот так вот. Не знаю, что тут интересного. Это сторона моря, но вот видите, огороды, рис выращивают, камни режут. Украшательства для домов и храмов как раз показала вам. Ой, в общем, у меня такая вся благостная. Такой благостный дух. А он, кстати, сразу определяет ваши болезни по вам. Он говорит, ты плохо спишь. У тебя проблемы там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там начинаете болеть вот так он пояснил довольно таки простое объяснение вон там мусапемида в общем другая сторона четкий лед наверху тут меня что смешит тут значит родители в шлемах на мотоцикле а дети без шлемов есть это вот мастерская кирпича я такая говорю мужу на детях шлема нету на них есть одним ребенком меньше одним больше упал ребенок голову расшиб другой народиться видимо так считает ну как то у них нету думок что надо на ребенка шлем одеть вообще где деревни там вообще без шлемов ездят вот где по городам такое в шлемах тут такое вот свинотство ну убирают видели в общем есть дорожная служба они косят траву и убирают мусор так что тут еще они не убрали сейчас сейчас на Бали сухой сезон поэтому такая иства а с декабря начнутся дожди будет все зелено пределено это видимо их не президент чтобы он там какую-то петицию в руках держит ну массаж конечно и ритуал вот этот город который он проводит это конечно фантастика и самое интересное каждому человеку по своему подходит мужу так у него по-другому было у меня вообще а он и спрашивает кстати как сильно делать не сильно я сказала мне сильно делайте что мне гладить мне надо говорить чтоб все меня пробило а он начал с такой же силой давить на мужа в точке и тот начал это изливаться как муж а мужчины они такие не терпеть ну не могут более терпеть это мы можем более терпеть о строительство идет вот это мне кажется вот эти они всякие тряпки навешали это нам птиц пугать а то наверное птицы сожрут весь рис и мне нечего будет есть вот в общем если вы хотите понять что такое настоящее как бы искусство массажа это к нему это и ритуал и магия и массаж к нему даже это врачи приезжают врачи из России врачи приезжают ко мне лечиться сами врачи приезжают к нему а он говорит как у тебя все те же проблемы врач приезжала лечилась у меня ну хочу сказать наши врачи я считаю что молодцы я уже сколько видела врачей и на Шри-Ланке и в Индии и здесь которые приезжают именно со светским медицинским образованием но они не чараются получается традиционной как бы даже медицины это же традиционная медицина которая была тысячелетиями веками а уши он как мне канал открыл в ушах так вы это у меня в общем то и таблетки не надо пить которые мне выписал врач муж вообще ему было очень больно когда ему открывали уши а мне нет мне все замечательно я вообще можно так сказать скайфанула потому что так как бы пробки вылетели у меня из ушей вот он говорит я тебе каналы там открыла а электрику говорит я запустила в общем он объяснил там я надо посмотреть еще по видео по моему так справа огонь слева вода вот здесь я хотела сказать что по моему черный песок не такое чувство потому что тут вот тут нету отелей тут в основном это что-то какой-то строительный бум ну строительством люди что-то занимаются ее как образуется я говорит открылась получился энергия пошла электричество пошло в голове ну это же хорошо думать лучше будут вот по береже видите никто там не купается никого нету ну там усапенида а вот это здесь какой-то а тут утром они продавали кстати рыбу тут рынок я думаю что тут рынок что-то не такое чувство рынок ну туалет тут он может пойти дамингом занимается кто их знает ну какой-то пляж в общем огромный море спокойно в общем это была в общем волна сильная втуламбена из-за землетрясений тут же огненный пояс огненный пояс огненный пояс помню кто же описывал из русских классиков было извержение вулкана крота а вот оно место крокотау и и он и и извергался вулкан крокотау и вот эта пыль и сансы 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 но 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 вулкан очистился от дыма видимо значит это пыли долетела видимо от россии давала прекраснейшие красивые закаты но если вспомнить хронику тех лет потому что это давало какие-то невообразимо прекраснейшие роскошнейшие закаты в россии вот поэтому тут точно так же вот кстати вулкан очистился от дыма видимо все что должно сжечь там сожглось уже и вот в общем вот такая вот волна вот вот здесь вот такая волна песочек и это понимаете пляж что ну какая тут такая синенькая волна у нас какая-то мелкая сейчас волна на севере куламбаны а меди вообще нету волн там бухточки мелкие смазка трубка замечательно можно плавать я говорю и как итальянская ривьера вниз горки вниз вверх вниз вверх и это заход в воду отличнейший у нас как бы камни большие о стройка ну просто люди некоторые там плохие отзывы на отель написали но извините меня прежде чем вы отзывы пишите писать плохие там по поводу то что камни большие это вообще к отелю как бы не относятся почему тут отель а ну и как бы люди должны ну вы должны представить огромные блоки камней они под ногами вас разъезжают тяжело зайти ходить о птичек продавали они способно обратить в клеточках и значит разъезжаются они под ногами вот это неудобно для дайверов зайти-зайти а выйти тяжелее ну друг другу помогаем выходим еще никто не упал не разбился не было такого ну в общем то он говорит по путу говорит по английски он говорит мой английский плохой я говорю твой английский хороший мы говорите а ментально понимаем как говорю кошка понимает человека а человек кошку он говорит все правильно говоришь я говорю все понятно он молодец в его возрасте еще английский знаете молодец и с нашим водителем он много беседовал объяснял ему все очень 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 потом значит принес какую-то фотографию в рамке нам показывает мы говорим а кто такой а он такой говорит это говорит священник сводного храма он говорит мне свою фотографию прислал я говорит это вообще не знаю ни разу не видела он мне фотографию прислал мне вот так интересно они представляете живут на одном острове да они даже из своей деревни никуда не выезжают ну потому что все дорого видимо потому что девчонками разговаривали в баре которые работали они представляете они никогда в жизни не были еще на горячих источниках сейчас скажу где вот здесь вот здесь горячие источники три часа тоже к ним два часа ехать прекрасные источники там сульфат магниевая вода вообще потрясающие виды просто фантастика не пожалейте в общем то побывать там это фантастика просто какое прекраснейшее место горячие источники в общем это как бы кратеры вулкана озера и вот горячие источники выбирайте конечно знаете какой бассейн я вам сразу скажу левый самый левый там музыки нету я там вообще хорошенько так чакры тусы тоже прочистила а где ресторан это музыка и толпы китайцев потом с криками после 12 часов после часа приезжает а мы с утра приехали в общем то и было меньше народу три часа там пробовали обгорели но ничего никто не умер я хоть хорошо расслабилась в этой воде прочистила промассажировалась в общем рекоменд hot spring там наш водила возил нас на плантацию кофе любак этих кошачьих сняли стоит кофе любак 60 тысяч их денег 60 тысяч это примерно ну я так понимаю опять где-то 4-3 евро по получился но теперь 道 но уже ència но ночи м над это там напитки где-то та лют 12 сортов всего дают и чая. Мы купили, значит. Мы купили. А! Регерунг! Говермент! Президент! Президент! В общем, они в клетках спят днем. Ночью они шарятся, эти люваки кошачьи. Они, кстати, агрессивные, их нельзя брать на руки. Они агрессивные, кусаются. Едят они самые спелые зерна кофе, потом, значит, выкакивается все это, это все какашки собираются, показывают, как они там ферментируют. Ну, после ферментации кофе обладает другим свойством. Некоторые пробовали, сказали, что за фигня, ерунда. Я кофе лувак, я пила, я знаю, что это такое. Это, знаете, это как люди, кто не курит, они не понимают, ну, не курят сигары, они не понимают качество сигар. Чем сигары это, отличается сигары это. Потом это зависит от рецепторов. Я кофе лувак пила. В общем, с куалу-ну-пур привезла. Я поняла смысл. Там дело в том, что оно, когда вы пьете, оно такое, в принципе, обычное. Ничего такого замечательного. Самое идет послевкусие. У вас рот как будто полностью обволокло, как сливки, как вот сливочное, вот такое что-то сливочное. Вкус появляется во рту, он держится очень-очень долго. Вот. Это, знаете, это как тоже вчера дискутировали. Ну, говорю, это как шампанское за, пусть будет за 7 евро или шампанское за 500 евро. Разница есть. Ну, просто мы, как бы, когда были Саиды Прима, там в Sky Bar организуют такие распития. 80, по-моему, евро с человека и открывают 3 вида шампанских. Шандон Майон, по-моему. Начинают, по-моему, от 100 евро, что-то там 200. И самое дорогое, то ли она 500, то ли она 350. Я уж не помню цену. В инстаграме мне есть эти фотки. И разбивается, рассказывается, разбивается, почему они говорят, почему это дорогое, почему это дорогое. Ну, даже моя родственница, которая не разбирается в шампанских, она сразу фишку прокусила. И тоже вчера разговаривали с немцами. Она такая, ну, да, 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 говорит. Я, говорит, тоже пробовала, говорит, дорогое шампанское. Ну, 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 говорит, до сих пор не забуду вкуса божественного, роскошного напитка. Поэтому вот оно так. Ну, кто понимает, то нет. Кому-то, знаете, ну, кто-то в коньяках разбирается, кто-то в роме разбирается. Ну, вот и кофаль, бак. Попробуйте. Просто надо знать, что вы от него хотите ожидать. Я-то знала, что ожидать. В общем-то, как бы я, не читая я, я как бы не знаю, я поняла, в чем вкус. То есть это не надо ничего слушать, читать. Надо свои ощущения, свои ощущения. Как бы с пустой головой. Выпили кофе и потом прочувствовали, что с вами происходит. Какие у вас ощущения во рту. Вот вы поймете, оно надо вам или не надо. Сейчас говорят, Таиландцы, по-моему, собрались слонов кормить кофе, чтобы они какали. И тоже свою кофе делать. Не знаю, не знаю. Ну, а, в принципе, показывали же, значит, Орел и Решка шоппинг, по-моему, там из слонячьего говна и бумагу делают, еще какие-то сувениры. Так что, угольная выдумки хитра. Просто некоторые такие говорят, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Типа брезгуют, что типа это говно, из говна выковыривают. Дело в том, что животное, у него, видимо, есть специальные, просто, видимо, химики еще не могут так обрабатывать кофе, чтобы получить такой же результат. У этого животного есть, ну... Ой, что-то уже переключилось, о чем... Ну, в общем, смысл того, что в желудочном сок какой-то, видимо, определенные химические какие-то невырты. Как сказать? Ну, в общем, эти секреции, которые разлагают живота, разлагают зерна, они как-то пропитывают это зерно. И это дает именно определенный вкус и качество зерна, в общем-то. Потом, тем более, оно обжаривается. Кстати, процесс очень долгий, обжарки этого зерна. Там показывали, ручно они обжаривают зерна. Ну, может, для туристов, конечно, это рынок. Туристов они это рекламируют, показывают. Дядечка сидит там, кофе обжаривает. Ну, долгий процесс обжарки идет. Вот. Во-первых, еще этого кофе очень мало, по-моему. То ли 300 тонн в год добывается, то ли сколько, это надо посмотреть. Но его очень мало добывается. Но я тоже вам показывала. Перец из Камбоджи. Определенный. Так вы, если один раз этот перец попробовали, вы на другой же потом не подсядете. Там запах, аромат, фантастика. Такой просто фантастический запах. Можно мешки повесить, и это как афродизиак дома будет. Вот. И поэтому, ну, вот так вот. Надо вот наслаждаться жизнью. Надо что-то попробовать. Не понравилось? Сказал. Ну, да, пробовал, не понравилось. Да, попробовал. Отлично. Жизнь, она на то дана, что пробовать нам в этом теле эту жизнь. У нас постоянно дискуссии с моей мамой. Но она уже ушла все туда, в эту стезю. Ой, надо показать. Есть. Русская церковь оставила глубокий отпечаток. Хотя, я говорю, есть отличные батюшки. Тоже есть и, как бы, святые люди, которые и бесов изгоняют, и приводят вас в нормальное состояние. И как психологи отличные. Ну, мой вот этот знакомый батюшка, который я рассказывала про него. Ну, он отошел в другой мир. О-хо-хо, полиция. Что-то тут они. Это джунгли. Ну, там, джунгли. Поэтому... Вот вам пару мест на Бали. По меди и, значит, около парка бабочек два прекрасных целителя я работаю. Ну, атометовского целителя вы многому не ждите, конечно. Он и говорит, что я целитель. Я, говорит, не святой человек. Ну, как бы, пальянта тут называется святым человеком. У него другое направление просто, как нам водитель пояснил. У этого это направление, у этого другая школа, в общем. А дар тоже... К ним приходит этот дар. Не то, что он передается по наследству. Этот дар приходит. Наш тоже веселый дедушка в Амиде, который живет... Русские тоже у него были и были довольны. Но я так поняла, что вот этот дедушка в Амиде, он... Знаете, что делает? Как дедушка, он не такой уж и старый, в принципе. О, бадья. Он просто... Он просто как бы... Я поняла суть. Он проводит с вами тоже такой ритуал, через который вы... Он открывает как бы вам двери, понимаете? Он открывает вам двери, через которые вы двери выходите, находите нужных людей, которые вам помогают в разрешении ваших проблем, понимаете? Вот. У него вот такая... Он с этим может помочь, как бы... Он еще будущее видит. Прошлое, будущее. Этот нет. Этот он сказал, я не в этом направлении. Поэтому у каждого тут свое направление. Тут, говорят, еще есть деревня ведьмаков, черной энергии. Наш Путу сказал, я белая магия. У нас, как на Бали, есть и черная магия. Ну да, на Бали форум писали, что есть деревня черных колдунов. Колдуны тут живут. Ну, это же сказочная страна. Вот, смотрите, тут... Если обращаете внимание на храмы там, в общем-то... Как я уже говорила, после, когда мы посещали второй раз шамана, он и банки ставил, там и еще чуть-чуть разговаривали, про других людей спрашивала. Об этом видео я расскажу. Ну, есть у меня тема была сновидческая. У меня есть плейлист сновидческий. Я там выкладывала то, что мне виделось. Такое, знаете, такое, ну что, физико-магическое. И, значит, у меня тема была про смерть. Вот. Я эту тему продолжу, потому что я обещала. Как раз время пришло. Я расскажу, что и как. Что случилось с моей подругой. Что он сказал про эту подругу мою. И... После этого мы поехали в два храма. Водный храм мне очень понравился. Но там мне муж не дал... Там тоже, кстати, святые источники. Он мне не дал там спокойно купаться, все, бежать-бежать куда-то. Но я с ним поговорила. Он сейчас, кстати, успокоился. Он уже не такой... Как сказать... Более поспокойнее я говорю. Я, говорю, приехала сюда наслаждаться жизнью, природой, погодой. Куда бежать, куда спешить. Я говорю, куда быстрее-быстрее, скорее-скорее, говорю. Я тут раз жизни приехала, я хочу, говорю, все пощупать руками, энергией, головой, мыслями. Я вот зашла в это место. Оно, знаете, от отхода, самый правый угол дальний сада. В принципе, в интернете про этот угол сада тоже написали. Люди, да, чувствуют там энергетику, там энергия богов. Я говорю, реально, я говорю, вообще там вообще... У меня мурашки пошли. Я вообще думала, они ожили. Там пару фигур, у которых я снимала фотографии рук. Они еще не хотели свои руки давать, сфотографировать. И, боже мой, не боже мой, конечно, но реально такой, знаете, как это каменный гость. Статуи ожили. Там когда один, так все это как бы нагнетает атмосфера. Тут что-то один, шорохи какие-то, эти фигуры. Он мой потом этот водил, говорит, ну ты же после шамана туда приехал, он тебе, говорит, там что-то подкрывал, говорит, и прочувствовала все это. Я, говорит, тебе верю. Такое, говорит, бывает. У нас это, говорит, вполне вещащие, такие вещи. Что камни оживают, деревья оживают, деревья с вами разговаривают. Но вот этот омецкий целитель, он сказал, что он разговаривает с деревьями, и деревья, говорят, можно, ну, настойки он делает на травках, и масло наставит на этих травах. И вот каждая травка в этой бутылке не зря сидит. Вот. В общем, вот такое вот длинное видео на этом пока заканчиваю.